Уважаемые братья, иногда человек в этой жизни, когда читает Коран, когда обращается с дуа, с молитвом ко Всевышнему Аллаху, когда постится, когда приближается к Аллаху, чувствует сладость веры. Но иногда бывает такое, что у человека падает иман, что он ту сладость, которую чувствовал, раньше не чувствует. Что-то внутри у него беспокоит его. Это табиат уль-башар, это природа человека. Так Всевышнему Аллаху, Субханаму Аталу, сотворил человека, то, что иман язид, ваянкус, иман поднимается и опускается. Как же пророк Мухаммад, с подвижники его, поднимали свой иман? Яقول Абу Бакр, рада Аллаху анху, аннанннаби, салла Аллаху алейхи вассалям, ва хуа я тазаккару хадзил мауков, ва ябки. Абу Бакр, рада Аллаху анху, рассказывает о посланнике Аллаха, салла Аллаху алейхи вассалям, и когда он вспоминает этот случай, он плакал, Абу Бакр, рада Аллаху анху. Сказал, кунту джа, лисаннаби, салла Аллаху алейхи вассалям, я сидел вместе с посланником Аллаху, салла Аллаху алейхи вассалям, мы были только вдвоем, больше никого не было среди нас. И вдруг посланник Аллаху, салла Аллаху алейхи вассалям, начал что-то отдодвигать от себя, толкать, и говорил, уйди прочь от меня, уйди прочь от меня. Я сказал, о посланник Аллаху, с кем ты разговариваешь? Никого среди нас нету, кроме меня и тебя. Посланник Аллаху, салла Аллаху алейхи вассалям, сказал, вообразилась мне эта мирская обитель, и хотела меня сбить с этого пути, и я сказал, прочь от меня. И она мне сказала, если ты себя обережешь от меня, то те, которые после тебя придут, не смогут оберечься от меня. Всевышний Аллаху, субхану алейхи вассалям, напоминает нам в Коране, говорит, не стоит себе обращать внимание на те прелести, которые мы предоставили, которые мы предоставили другим, этот цвет данной мирской жизни. Также Аллах, субхану алейхи вассалям, в Коране сказал, فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرْنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Пусть эта мирская обитель не отстраняет вас от Аллаха, субхану алейхи.